Всем привет! Вот она царица корпоративных парков. 520 дизель, полный привод в комплектации бизнес. Это наиболее востребованный вариант, опять же, у таксистов, у каршерингов и просто у каких-либо служебных парков, поскольку сочетает в себе, с одной стороны, комфорт и состоятельность пятой серии, с хорошей агрегатной частью, подвеска, двигатели, коробка, электрика, все это надежное, неприхотливое, экономичное и ликвидное, в том числе и на вторичке, и при этом без какого-либо перебора по опциям, без всяких М-пакетов, без там суперспортивных сидений, навороченных мультимедиа-систем и крутой ауди-системы, то есть того, что не нужно, просто в рамках служебных задач, в рамках автомобиля, который должен, ну, к примеру, в том же такси еще и зарабатывать деньги. Все-таки бизнес-класс и зарабатывание денег немножко в разных реалиях обычно существует, когда речь идет о такси, но факт, сейчас история и роль такси немного преобразилась. То есть раньше пятую серию и просто даже модели BMW купить в такси официально, ну, или это байка, или это действительно было так, но нельзя было, потому что BMW не ассоциировала себя с таксопарком. Mercedes вообще абсолютно спокойно, E-класс, по сути, даже, наверное, и разрабатывается частично с запросами, с требованиями таксопарков, чтобы им было комфортнее владеть этим автомобилем. Но вот тут вдруг нежданно-негаданно конкуренцию E-классу довольно серьезно стала составлять пятая серия, потому что времена поменялись. Сегодня куда важнее не просто доставить пассажира из точки А в точку Б, но сделать это комфортно. И при этом пассажир должен ощущать себя как обласканный всеми благами бизнес-класса, но при этом таксист, водитель, тот человек, который зарабатывает на всем этом, естественно, чем ниже его издержки, тем больше его заработок. И пятая серия как-никак хорошо вписалась в эту историю, поскольку дизельные движки, они сверхэкономичные, они очень ресурсные, они надежные, то есть для них пробеги в 200-300 тысяч, как правило, это не проблема, тем более, что, ну, все зависит, конечно, от режима эксплуатации, но такие автомобили, я думаю, что таксисты относительно бережно эксплуатируют, а значит и никаких вопросов к надежности, к гарантии и прочим моментам быть просто не может. Кстати, важный момент, у БМВ гарантия идет 24 месяца без ограничения пробега, и третий год идет как пост гарантийное сервисное обслуживание с ограничением в 200 тысяч. Если, к примеру, вы таксисты, ну, мало ли так вдруг происходит, что в год наматываете по 150 тысяч километров, конечно, это вряд ли, но а вдруг, вдруг действительно такие есть, то, опять же, два года у вас без ограничения пробега, то есть у вас будет два года действовать гарантия полноценная, несмотря ни на что, несмотря ни на какой ваш пробег, ну, разве что третьего года уже не окажется, если вы превысите в отметку в 200 тысяч. Такой вот моментик, вдруг кому-то будет полезно. Так вот, таксистам эта машина действительно приглянулась, потому что при среднем расходе топлива в городе около 7,8 литров, при довольно неплохой динамике около 7,5 секунд, 7,6, если быть точнее, на полном приводе, а для нашего климата это очень важно, с хорошей комфортной подвеской, с неплохой шумоизоляцией, с довольно вместительным удобным салоном и, опять же, вместительным багажником и, конечно же, респектабельным внешним видом, плюс автомобиль не забывает про удобство водителя, что очень важно, потому что таксист, водитель, чем ему комфортнее, тем меньше он устает, тем безопаснее само движение, тем дольше и больше он сможет проработать, а значит и больше денег сможет заработать. Это все в совокупности, как и сказал, сложилось то, что машина стала пользоваться довольно высоким спросом у участников и юридических лиц корпарков, поэтому мне интересно сейчас вам его показать и вдвойне интересно сравнить с тем, что изменилось на фоне дорестайлингового автомобиля, ну, точечно, здесь, конечно, не так много этих изменений, но все равно эволюционные, приятные, полезные моменты, которые следовало бы учесть. Начинаем с внешности. Внешность, конечно, не так важна этому автомобилю, но все же черный автомобиль, на котором на контрасте хромированная отделка окон, выхлоп, жабры на крыльях и решетка радиатора все равно визуально будут добавлять респектабельности машине. Она будет смотреться солидней, интересней и риск, точнее, даже не риск, а скорее шансы того, что заказчик выберет именно ваш автомобиль, на мой взгляд, чуточку выше. Машина привлекательная, машина красивая и водителю тоже должно быть комфортно и приятно на нем передвигаться. Бампера автомобиля, которые, несмотря на то, что смотрятся, достаточно приятно, красивые, без каких-либо уродливых неказистых форм, нет, вполне симпатичная улыбка по центру, небольшие треугольники вставки по бокам черные, глянцевые, которые, опять же, сливаются с цветом кузова, поскольку машина черная, но все равно этот рельеф, он заметен. И даже серебристая полоска вот здесь по бокам в совокупности со светодиодными фарами, пусть и простыми, без адаптивов, без подсветки поворотов, но все равно довольно красивыми, когда начинаешь в них приглядываться, особенно вот эти хрусталики с насечками, они смотрятся богато, богаче, чем просто вот так при взгляде спереди, с ярким контрастным светом, который хорошо освещает дорогу. И, опять же, подсветка поворотов или автоматический дальний свет в рамках города вам не так критичны, а контрастность освещения и равномерность освещения – это вновь безопасность и комфорт водителя. Он меньше будет уставать, особенно в темное время суток, глаза меньше будут уставать, а значит, он будет себя лучше чувствовать, и машина, опять же, себя оправдает. Плохой свет – это реально беда, когда ты ездишь в темное время суток, или там при плохом освещении городском, здесь такой проблемы не будет, означает, что автомобиль, опять же, качественно справится со своей задачей. Решетки радиатора с активными железей, которые могут открываться и закрываться по мере необходимости, вновь могут быть полезны, потому что при движении со стабильной высокой скоростью, ну, допустим, по МКАД, вы едете стабильно, там, 100-120 км в час. Если машине не требуется дополнительное охлаждение, а дизельный автомобиль, скорее всего, так себя и будет чувствовать, то эти желези закрываются, обтекаемость автомобиля улучшается, ну и, соответственно, все это приводит к экономичности. Автомобиль становится еще более экономичным, меньше тратить топливо, означает, что больше денег вы сможете заработать. По задней части вновь бампер без каких-либо изысков, без наворотов, но при этом трапециевидные патрубки ухлопной системы визуально делают машину интереснее и богаче. А черная матовая вставка в случае, к примеру, соприкосновения, там, с какими-нибудь сугробами, если вдруг в зимнее время будете сильно задом подъезжать, там, куча снега к сугробам, меньше риска, что у вас появятся какие-то царапины, неприятные повреждения на бампере, а значит, автомобиль будет смотреться вновь опрятнее. Фонари. Идентичны и у старших версий. То есть, облик автомобиля сзади в целом вполне себе солидный, богатый, и портит картину только размер колес. 17-е колеса, одноширокие, да, они, не сказать, что сильно красивые, но задачи в красоте и не стояло, тут куда важнее неприхотливость. Неприхотливость и комфорт. Все-таки довольно высокие профилезины для наших дорог это большой плюс, и это влияет на комфорт передвижения, а диски в этом дизайне обладают одним, наверное, из самых небольших масс, да, одной из самых небольших масс, и чем меньше масса колеса, чем меньше масса диска, тем меньше неподрессоренная масса, означает, что, опять же, подвеска будет долговечней, живучей, ей будет проще отрабатывать серьезные неровности, и в целом это благотворно скажется на передвижение автомобиля и пассажиров, сидящих внутри. Поэтому явной необходимости ставить сюда даже 18-е или уж тем более 19-е колеса, учитывая направленности задачи такого класса автомобиля, не было, поэтому и не заморачивались, оставили эти диски, эти колеса. Здесь я в целом более чем согласен, это правильное решение. Теперь давайте посмотрим, что же машина из себя представляет внутри. Внешне все понятно, просто привычный нам бизнес-класс, бизнес-седан. Начнем с того, что без ключевого доступа нет. Опять же, в этом нет необходимости, все-таки водитель один раз открыл машину, сел и, собственно, все. Дальше уже он при необходимости открывать, закрывать двери своим пассажирам. Отделка интерьера. Вот это уже важный момент, потому что чем она практичнее, чем она крепче и надежнее, тем дольше машина будет опрятнее, тем больше она сможет работать и зарабатывать денег вновь. Здесь используется кожзам сенсатек. В целом приятный, хороший материал, практичный, хорошо чистится, но у дорестайлинговой машины была одна беда, на мой взгляд. Я в кашелинге несколько раз ездил на таких автомобилях, и меня напрягало то, что в летнее время вот этот кожзам, который, естественно, никак не будет дышать, потому что это все-таки синтетический материал, это даже не кожа, на нем не очень комфортно сидится. В рестайлинге добавили перфорацию кожзама, и я думаю, что вам это должно быть заметно. И визуально сиденья стали смотреться как-то солиднее и богаче. И с точки зрения летнего, к примеру, времени, да, этот материал, он будет дышать. Значит, вам будет комфортно, значит, водителю будет комфортно, и опять же, ему намного проще, намного легче будет выполнять свою работу, а значит, это все вновь скажется на комфорте пассажиров и на их безопасности. Сами сиденья мягкие, то есть не какие-то суперспортивные зажаты, но при этом с хорошей боковой поддержкой, означает, что в поворотах они вас будут лучше держать, вновь меньше напрягается спина, меньше вы устаете. В плане регулировок здесь заморачиваться не стали, коли уж машина корпоративная, коли уж она служебная, вряд ли вы будете часто с кем-то меняться, означает, что память сиденья вам, наверное, не так важна. Поэтому продольная регулировка здесь механическая, а вот по высоте, по углу наклона подушки и по углу наклона спинки у нас идет электропривод, чтобы в движении при необходимости как-то немножко подстроить сиденье, вам это было проще сделать, опять же, безопаснее. Дверные карты сверху отделаны пластиком и снизу, мягкий пластик, вместительные кармашки под бутыльники, ухватистая удобная ручка, все стеклоподъемники с авторежимом, включая складывание зеркал, ну и, конечно, настройку зеркал, мягкий подлокотник, вновь отделанный кожзамом, никаких тканевых вставок, что тоже важно, потому что нередко я натыкался, к примеру, на автомобили, ну, вот такого сегмента бизнес-такси, ну, может быть, марки попроще, какие-нибудь корейцы, японцы, где шли тканевые вставки. Тканевые вставки, это очень непрактично, со временем они теряют свой товарный вид, они запыляются, они загрязняются, смотрятся просто ужасно. Здесь, к счастью, никаких таких тканевых элементов не присутствует, а это, ну, на мой взгляд, все-таки плюс. Багажник с электроприводом. При необходимости багажный отсек открыть для ваших пассажиров, чтобы они могли положить там багаж, вот, допустим, вы только подъехали, остановились, не надо ждать, пока вы выйдете из машины, вы можете нажать им кнопки, открыть багажник, и пока они будут уже размещаться, вы спокойно выходите и, собственно, помогаете своим пассажирам. Тоже плюс. Аналогично касается и закрытия багажника. Он может как открываться, так и закрываться с помощью этой клавиши. Далее, базовая аудиосистема. Да, здесь уже без изысков. Для того, чтобы слушать радио и какие-то радиопрограммы, этого хватит. Для прослушивания аудиотреков на средней громкости тоже будет достаточно, но не для аудиофилов. Конечно, в этом случае нужно смотреть комплектации выше, богаче, где будет хотя бы аудиосистема Hi-Fi. Интерьерной планки идет черный реальный лак. Это не самый, далеко не самый практичный вариант, который можно было бы сюда поставить, но в плане богатости интерьера, да, несомненно, он смотрится как-то вот интересней, приятней, но при этом за ним надо ухаживать. Вот, наверное, единственный такой недостаточек, который я лично считаю недостатком, хотя все равно большинство, вот, обилие таких черных глянцевых аппликаций кажется чем-то супердорогим и крутым, нежели когда просто матовая пластмасса. Раньше BMW чаще делала, предпочитала делать матовый пластик, но вот под натиском покупателей и общего мнения все равно, как вы видите, в глянце становится больше. Здесь я не разделяю, конечно, это мнение, но, увы, вот такие тенденции. Диодные подсветки по контуру, которые можно менять, то же самое здесь, на торпедо, по дверям, кармашки, ниши в дверях подсвечиваются, в ногах тоже есть подсветки, выбранный вами тон и в задней части салона. Все это облагораживает исприятие интерьера, ну и плюс светлый потолок, который, опять же, добавляет воздуха, и в целом машина кажется за счет такого светлого потолка как-то вот немножко просторней. Основное водительское место здесь, ничего такого, конечно, навороченного мы не увидим, просто спортивно-рулевое колесо, но оно удобное. Оно имеет нормальное полноценное круглое сечение, здесь нет никаких там наворотов, шестиугольных форм, что в реальности оказывается очень неудобным. Диаметр рулевого колеса ближе к спортивному, то есть это не огромная баранка в плане мультифункции. Слева круиз с лимитом, то есть есть и обычный круиз, и можно просто выставить ограничение скорости, выше которой машина не разгонится. Тем самым в риске нарваться на штрафы меньше, а значит меньше вы денег потратите впустую. Лепестки подрулевые, плюс и минус, при необходимости позволяет вам вручную переключаться, но такая необходимость вряд ли возникнет. Все-таки 80-пенчатый ZF реально один из лучших в этом плане. Кожная подушка дополняет образ бизнес-класса, потому что, как правило, даже на более дорогих автомобилях здесь подушка безопасности, она просто пластиковая. Тут же кожа, по бокам такая вот алюминиевая накладка, ну пластик, скорее всего, покрытый гальваникой алюминием. Кнопка обогрева руля, полезная штука в зимнее время, реально очень полезная. И мультифункции, управление треками, громкостью, ответы на вызовы, переключение источников звучания и голосовые команды. То есть в целом к рулевому колесу у меня лично вопросов нет. Стандартные рычажки переключения поворотников, борт-компьютер. И, кстати, ух ты, интересно, а вот этого я не знал. Автоматический дальний свет. При том, что фары у нас фактически базовые, да, это не адаптивные LED и не лазерные фары, но при этом тут присутствует кнопка автоматического дальнего света. И для меня сейчас это прям стало в новинку. Новинка, действительно. Смотрите, я нажимаю эту кнопку, вот она, и у меня загорается, и вправду загорается, кнопка, лампочка автоматического дальнего света. Собственно, вот он, вот здесь датчик, камера автоматического дальнего света. И я так полагаю, что если даже он и не будет обтекать машины светом, потому что здесь нет адаптива, то, скорее всего, он хотел бы сам переключаться с ближнего на дальний. Это реально очень круто, потому что, ну, в городе вряд ли это будет полезно, но для загородных поездок вы включили эту функцию, и если есть встречная машина, автомобиль сам переключился на ближний свет, если встречная машина или попутная машина пропала, переключился на дальний, вновь комфорт и безопасность, то, о чем не раз уже я сегодня сказал. Вот это действительно респект. Я даже не знал, что в этой комплектации эта функция идет. С правой стороны управление дворниками, автоматический режим и две скорости очистки лобового стекла. Барабан, который отвечает за чувствительность датчика дождя. И, конечно же, трехточечные форсунки-омыватели. Я сейчас включать не буду, но благодаря тому, что они трехточечные, и они распыляют воду на лобовое стекло, они просто струйками бьют. В принципе, меньше расход омывающей жидкости, лучше очистка лобового стекла, да и даже сами по себе стойки, если вы посмотрите, они достаточно компактные, поэтому в плане безопасности, в плане комфорта движения никаких проблем с обзорностью не будет. Зона очистки дворников, как можно отследить по вот тут накопившейся пыли, может быть, конечно, и не идеально, не доходит до края стекла лобового сантиметра 4, но в целом все равно за счет компактных стоек терпимо, вполне себе приемлемо. Теперь приборная панель. Приборка обновленная, я уже такой показывал, с белолунной подсветкой, с классическими по дизайну шкалами спидометра и тахометра, по бокам и немного такими, ну, не футуристичными, но скорее просто осовремененными индикаторами уровня топлива в виде светодиодных рисочек и температуры охлаждающей жидкости, опять же, те же самые рисочки, которые загораются по мере прогрева двигателя. Но самое важное изменение, это, конечно, центральная часть дисплея, вертикальный, точнее, приборная панель, вертикальный дисплей, на который вводится основная полезная информация, самая полезная из которых, это текущая скорость движения, спидометр цифровой, он может одновременно сочетаться с запасом хода. То есть, к примеру, для меня, как для водителя или того же таксиста, комфортно, когда я могу одновременно видеть и запас хода, сколько у меня топлива в машине, насколько мне хватит его километров, и текущую скорость. В старых вариациях приборок, у которых, ну, на некоторых моделях присутствовала возможность вывести вот такой цифровой дисплей, имею на аналоговых приборах, допустим, та же единичка в последнем своем рестайлинге получила такую возможность получить, вывести цифровой дисплей. Там одновременно нельзя было поставить и дисплейчик, и скорость, и при этом запас хода. Либо одно, либо другое. Сейчас же вы можете видеть и ту, и ту информацию, при этом у вас все равно есть окно с какими-то индикаторами, типа вот как сейчас, то, что зажигание у нас включено. И в самом низу основная полезная информация, текущая передача, время, режим движения, наружная температура, ну и так далее. Собственно, в целом приборка наглядная, удобная, комфортная. Спидометр расположен высоко, поэтому вам не сильно надо отвлекаться от дороги, чтобы отслеживать актуальную скорость. Это все-таки намного проще и понятнее, чем, на мой взгляд, чем вот такая вот обычная классическая индикация. Мне лично реально комфортнее цифровой спидометр. И отводим взгляд чуть правее, видим мультимедиа-систему, базовый экран, теперь он имеет 10 дюймов, теперь он имеет навигационную систему. Навигация с поддержкой пробок. Можно менять ракурс картинки, к примеру, ставить вот так вот в перспективе. Выходим в основное меню. Здесь, опять же, привычная, уже знакомая графика операционной системы 7.0. Окошки, которые можно настраивать на свое усмотрение. Где-то погода, может быть, где-то иная полезная информация. Новости можно даже здесь читать. Есть Apple CarPlay и Android Auto. И это, наверное, наиболее полезное, потому что штатная навигация вряд ли таксисту будет, ну уж явно полезна. Просто как фон, может быть. А вот если со временем добавится тот же самый Яндекс.Навигатор, или в CarPlay, или в Android Auto, или туда и туда, тогда действительно наличие CarPlay и вот этих функций в автомобиле, и в целом этой мультимедиа-системы будет оправдано. Не обязательно будет водителю ставить отдельный навигатор, сюда куда-нибудь лепить, с Яндексом. Он может прямо здесь, все, что ему нужно, вбить, и тогда у него еще и будут выводиться подсказки на центральный дисплей. Это реально очень удобно должно быть, если Яндекс все-таки наконец-то разродится. Идем дальше. Блок управления аудиосистемой, блок климатики, двухзоны климат, крутилки громкости, отдельные авторежимы для правой зоны. И плюс заключается в том, что вы можете выставить как обороты слева и справа, так и направление обдува, даже включая индивидуальную настройку обдува верхней зоны. Потому что, как правило, вот эта вся верхняя линия обдува, она чаще всего замкнута только на водительскую настройку. То есть вы не можете, сидя справа, вывести себе воздух в лицо, а при этом водитель, к примеру, чтобы ее отключил. Здесь же такая возможность есть, и в плане климатических установок настройки, конечно, пятая серия, она довольно продвинутая. Нажимаем кнопку меню, получаем доступ к каким-то расширенным настройкам, ну и, собственно, пункт автономной вентиляции, когда можно ее предварительно запрограммировать, и она сама запустится, будет вентилировать интерьер автомобиля. Здесь подстаканники, слот, ниша с подсветкой, опять же, USB-разъем и 12-вольтовая розетка. Ключ такого типа, кнопка открытия, закрытия, открытия багажника и функция «Проводи меня домой», когда машина включает фары. Блок водительских клавиш, джойстик коробки передач, восьмиступенчатый ZF, классический автомат, один из самых лучших, реально лучших в своем классе, неприхотливый, надежный, долговечный, плавный, грамотный. Грамотный, пожалуй, самое важное качество, которое я бы выделил для этой коробки передач, потому что остальные свойства в целом нормально встречаются на других автомобилях, но далеко не все могут грамотно переключать передачи в нужный момент, и далеко не все корректно состыкованы с двигателем, и, опять же, работают слаженно, ничего подобного. BMW в этом плане добилась действительно большого успеха, и управление тягой дается на этом движке с этой коробкой передач, с этим приводом, полным приводом, более чем приятным образом. Вот действительно, коробка – это один из больших плюсов и аргументов в пользу выбора именно BMW 5-й серии. Кнопки смены режима движения, спорт, комфорт и эко. Сами по себе, конечно, вряд ли они будут постоянно нужны водителю, но я, допустим, по себе обращаю внимание, что мне очень удобно ездить в эко-режиме, потому что в эко-режиме автомобиль получает максимально плавные, комфортные настройки, и это, естественно, скажется на удобстве ваших пассажиров, но при этом тут еще и есть функция, которая позволяет вам сэкономить топливо. Движение накатом, отключение, частичное отключение подогрева сидений, то есть эффективность он может снизить до 80%. Кондиционирование в режиме эко-про также может быть снижено до 80%. Освещение, обзор, прочие какие-то моменты, это все меняется, подстраивается под то, чтобы вам было комфортней с одной стороны, и при этом вы могли сэкономить какую-то, ну, может быть, даже значимую часть топлива, учитывая довольно большие пробеги в корпоративных парках. Это действительно полезная кнопка. Кнопка активации парктроников. Тут у нас только передние и задние парктроники, без камеры заднего вида, увы, но с другой стороны, для заядлого таксиста, водителя, это не должно быть какой-то явной проблемой. Ну и ручник, электромеханический с функцией автохолд, то есть удержание автомобиля после полной остановки, машина сама держит тормоз, вновь скажется на удобство при продолжительных поездках. По передней части, я думаю, что все. Теперь давайте посмотрим, что дает нам задний ряд этого автомобиля и насколько он комфортен для пассажиров. Комфорт начинается уже с дверного проема, потому что дверь открывается на действительно большой угол, благодаря изгибу Хоффмастера садиться в автомобиль проще, не задевая стойки головой. Опять же, небольшой, но положительный моментик. В плане отделки все простенько, но добротно. Хорошие пластики, мягкие, податливые, красивые. Подлокотник широкий и удобный. Опять же, вот он мягкий, продавливается хорошо, поэтому в долгих поездках тоже будет комфортно вашим пассажирам. Черные глянцевые аппликации, диодные подсветки по контуру, кармашки, выемки, включая подбутыльники, ну и задний диван, который имеет довольно длинную подушку, комфортный наклон спинки, мягкие, вот они, мягкие, податливые подголовнички и вновь, как и на передних сиденьях, перфорация. То, что добавит комфорта в движении в летнее время, в жаркое время. Обивка дышит, это немаловажно. Крепление Isofix для того, чтобы можно было установить детские кресла и, конечно же, центральный подлокотник, включая подстаканники. При необходимости перевозки длинномеров можно отдельно откинуть среднюю секцию, тогда мы получаем два полноценных посадочных места, но при этом какой-то длинномер может быть загружен через вот этот отсек. Садимся назад и, как вы видите, получаем довольно просторно, удобный задний ряд перед коленями кулак с вытянутым пальцем. Вообще легко. Ноги не висят. Нормально упирается на эту подушку. Над головой у меня место порядка 4-5 сантиметров. По локтям, опять же, места предостаточно. Удобная ручка, ухватистая, но при этом смещенная наклоном вперед, чтобы она не навязчивая была. Вне зависимости от вашего роста вам будет комфортно здесь сидеть и высокорослым, и низкорослым в том числе. Хорошая зона остекления, светлый потолок, который не давит на вас. В целом, что еще здесь можно сказать? Мне удобно, мне очень комфортно. Дефлекторы обдува центральные, без, к сожалению, третьей зоны или какой-либо четвертой зоны, но вновь не критично, особенно короткие поездки в рамках такси. Скорее всего, никаких вопросов климатики не вызовут. Две полочки и два разъема USB Type-C. А вот это полезно. Если вдруг, опять же, ваш пассажир сел в автомобиль, ему нужна зарядка, пожалуйста, подключайтесь. Type-C обеспечивает довольно высокий уровень силы тока, по-моему, 2,1 А, означает, что быстро будут заряжаться гаджеты, вновь полезная опция для ваших пассажиров. Опять же, о них в первую очередь речь. Ну и, конечно, багажный отсек. Багажник не пущен какими-то удобствами, здесь нет резинок, сеточка, ну вот, разве что одна сеточка с левой стороны и небольшой кармашек с правой стороны, но каких-то наворотов мы здесь не видим. Есть маленькие крючки, за которые можно что-то, да и там подцепить, либо резиночками, фиксаторами какими-то и крючок для пакетов с левой стороны. Пожалуй, все. Основное удобство сводится к его форме, он довольно глубокий, вытянутый, и спинки, которые складываются отсюда, из багажного отсека, просто потянув рычажок, у вас откидываются фиксаторы. Единственный, наверное, недостаток, то, что надо все-таки складывать спинки вот так, изнутри. То есть я не могу напрямую их откинуть, мне надо либо через багажник просовываться и толкать спинки, либо вот так вот открывать автомобиль и уже все это раскладывать. Но зато практически отсутствует ступенька, вот она небольшая только есть, и наклон такой не сильно большой, поэтому какие-то длинномеры, крупногабаритные вещи сюда вновь можно погрузить с достаточным приемлемым комфортом в рамках того, что это все-таки бизнес седан и электропривод багажника. Напоследок посмотрим подкапотное пространство. Под капотом расположен двигатель B47, 2 литра, 190 сил, 400 ньютон метров крутящего момента и довольно неплохая динамика 7,6 секунды до сотни, при том, что расход топлива с этим движком получается около 7-8 литров по городу в реальном вот так вот цикле эксплуатации в рамках Москвы. То есть на полном баке проехать на этой машине в городе 600-700 километров никакой проблемой не составит, при желании может быть даже и больше. Расположен двигатель внутри колесной базы, это обеспечит вам идеальную развесовку, отличную управляемость в совокупности с вот этими поперечными усилителями, опять же. И здесь под капотом можем еще и увидеть дополнительный аккумулятор, а означает, что даже несмотря на то, что это, казалось бы, такая простая базовая комплектация, наша машина имеет функцию Webasto. То есть в зимнее время, в холодное время вы можете дистанционно прогреть автомобиль, просто зайдя в мобильное приложение в вашем телефоне либо с ключа, запустив прогрев салона, не двигатель, увы, он не предусмотрен, в дизельной версии запустив прогрев салона, отогреваете автомобиль и садитесь уже в комфортную обстановку, при этом не тратя, во всяком случае, в теории, не тратя топлива автомобиля, не задействуя, к примеру, тоже автозапуск. Вновь при учете больших пробегов и продолжительной эксплуатации, наверное, это может дать какую-то некоторую свою экономию. На круг что мы получаем? 520 дизель в комплектации бизнес, автомобиль, который чаще всего пойдет именно в корпоративные парки, обеспечивает нам приятный, приемлемый внешний вид, высокий уровень комфорта в плане ходовой части, шумоизоляции и комфорт движения, удобство как водителя, так и пассажиров в рамках каких-то ключевых моментов, перфорация сидений должна спасти в летнее время. В зимнее время вас от холодного салона спасет тоже Webasto, плюс у водителя, конечно же, есть обогрев сидений, обогрев руля, греются зеркала, греются форсунки омывателей, лобовое не отогревается, но учитывая, если у вас салон будет благодаря Webasto изначально прогрет, то и, собственно, само лобовое тоже отогреется намного быстрее. Удобная мультимедиа-система, удобная приборная панель, отличная восьмиступенчатая трансмиссия, полный привод, который обеспечивает надежность передвижения в зимнее время. Ну, осталось только поработать немножко над ценой, это уже другая история. Вновь, если вам будет интересна покупка такого автомобиля, обращайтесь, контакты указаны ниже под этим видеороликом, указывайте, будет ли у вас кредит Каско трейд-ин, потому что из этого и складывается итоговый ценник автомобиля. Понравился обзор, понравился автомобиль, рассчитывай на нашу поддержку в виде лайка, подписки, комментария. Спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok